будет делать свой хотя бы тайм-волк. Про каст инвокера я, конечно же, и луны молчу, то есть туча слишком много решает. Ну и сейчас вот меня два раза подряд выкинуло, все хорошо, игра тестируется и, соответственно, давай представим команду уже, я думаю, теперь я в боевой готовности. Команда Friends, начнем с них, они играют, соответственно, за Radiant сейчас и кто у нас представляет ее команду. Так, давайте, фейслес войт. Могу тебе помочь немножко в этом плане, потому что точно знаю, что Undershock, любитель поиграть на мид-роли, соответственно, мы отдаем ему эту роль на инвокера. Так, Afterlife у нас, скорее всего, на луне, так полагаю, в таком случае. Нет, я думаю, может быть войт, ибо войт сегодня играл против команды Alliance. Нет, не сегодня, вчера, в рамках D2CL, и на D2CL был именно от Afterlife войт. Единственный вопрос, кто тогда на луне, ведь ты прав был, как бы, король, как чаще всего, при, как бы, Afterlife у отдается, но у Йоку есть опция, как раз таки, против тех же лайн с луной. Так что будем думать, что Йоку луна, Afterlife это Void, кого мы еще тут не раскрыли, Undershock Invoker, А, Йоку, прошу прощения, Йоку луна, Afterlife Void, Undershock в миде на инвокере, Always Wanna Fly катает, ну вот, либо на Shadow Demon, либо на Puget, но на Shadow Demon, как я понимаю, игр больше сыграны No Fear, и я, наверное, предположу, что Shadow Demon все же будет от него. Зря, конечно, ребят, свои ники не ставят. Нет, все же Ван Афлай, и Ван Афлай и Shadow Demon, однозначно. Будем угадывать, тогда посмотрим по игре, кто как себя покажет. Да, но я представлю еще и команду Fantastic Five, с этими никами мне чуть попроще, Йол на Рикимару, играет Иллидан на Terrorblade, БЗЗ на Sand King, Лолик на Dark Series и РМН на Oracle, а в миде пытается погибнуть инвокер или спастись от Йола, Йол до конца не может идти, потому что нет, блинка за малым прощают и не наказывают здесь Undershock'a. Ну, сказалось все-таки, что у нас в медлине находится не рейнджовый какой-то герой, поэтому БЗЗ здесь помочь особо ничем не мог своему товарищу на Рикимару и в результате выживает. Дается нейтралам, чтобы быстрее вернуть себе ХП, быстрее вернуть себе возможность обратно подойти к линии. Смотри, продолжает, как Борл Страйкл нужно трагить на Пуджак, кстати, Пуш очень сильно проседает, теперь будет ли у него возможность выжить, потому что остается 180 ХП, вышел Тангустик, это First Blood для команды Fantastic Five. Вот так вот, жадность-то немножко погубила у нас товарища на Пудже. Не стоило, наверное, так слишком агрессирует, тем более, что пока выживаемость не такая большая, 700 ХП не так и много на первом уровне, тем более брони пока не имеем. Что-то странно, странный выход, хотел, не знаю, возможно, куда-то подцепить, убить Сэнд Кинга, но тоже у которого у парня есть Борл Страйкл, а у вас нет Хука, у вас нет их там мощных других прокастов, чтобы нанести моментально много урона в одну точку, поэтому... Дабл Ди, проблема с нами в том, что когда Пудж хочет кого-то тянуть, ему нужен Хук, а Пудж пришел с первым левелом и с Рутом. Вот в чем была проблема. Может быть, он сам об этом забыл, но факт остается фактом, стянувшись в мид, действительно пользы не принес, лишь подфидил. Да, ну, с Ротом, видимо, наелся, что ему хватит способности, чтобы прожечь своего оппонента, однако переоценил себя, либо недооценил противника, ну, что сказалось, соответственно, Ферст Бладом для команды соперника. Я смотрю на Лайн, на Топе, где активно пытается выфармливать что-то Воид, а в Вайду старается мешать Оракл, и здесь очень и очень серьезные противостояния, откуда Воид выносится, какие-то артефакты. Ну, Афтерлайф, как я понимаю, решил все же собирать, может быть, даже что-то на деф. Я уже вижу Пурман Шилд превратиться после этого еще в какой-то Вангвард, наверное, вряд ли, но стандартные Дефюжил Блады, думаю, Воиду надо будет увидеть. Ну, да, хотя Дефюжил Блады для какой-то лишь для того, чтобы замедлять своих оппонентов, тратить на это кучу золота, допустим, тот же, возможно, Майлштром был бы чуть получше, увеличивая ДПС, увеличивая возможность соответственно того, чтобы твой стан пройдет, лишний раз замедлит. Но, с другой стороны, Дефюжил Блады это конкретный, да, то есть ты 100% сможешь прожать перч, и с помощью этого возможно, кого-то и убьете. Да, и Йол снова в миде, снова думают, как выйти и как убить Андершока. Получится ли Баррл Страйк? Неплохо. Есть и туча. В тучу как раз идет Инвокер, замедляет его, и Орбов Веном здесь играет на руку. Йол идет до конца с БЗЗ, БЗЗ, 2 секунды остается у него Дот Баррл Страйка. Будет и Баррл Страйк? Будет! Это, наверное, для Инвокера и отступать нужно БЗЗ, но отпустит ли его Путч? Неожиданным образом пока еще живет, но нужно отступать, и Бейнвокер через 3 секунды появится, и проблемы точно будут. Вот так вот, опять-таки, слишком, и смотри, Капуджа все-таки забирает хук, он себя прокачал, успел, и заднайлся. Ах, какой он коварный, возможно, это был его план с самого начала, но это в результате не так же плохо получается, заработал себе 335 золота, но БЗЗ уходит ни с чем отсюда, фраг ему, ассисты никого не дали, и результате 1-2 становится счет. Странно, слишком долго они тут задержались, опять-таки, сказывается, жадный спорт, ну, Бороустрайк похищает, а нет, все-таки инвокер забрал, и опять-таки, жадный сейчас может погубить товарища БЗЗ последней тычкой, и минус, 2-2, неприятная ситуация, два раза подряд на жадности ловят своих оппонентов. Абсолютно, такое ощущение, что израильские команды играют, откуда такая жажда к деньгам-то, зачем он бросился на эту руну, не ясно, еще если бы забрал, хотя бы умер бы богатым, хоть и несчастливым, но в итоге ни того, ни другого. Ну и Лолик терпит, в хардре терпит против Луны, ну и Луне достается от Айншеллов, мягко говоря, и может попробовать Лолик забыковать, но видит приход Шадоу Демона, Шадоу Демон его приятнее дезрабшит, проблема уже у Лолика, Лолик верхний от Луны, не будет еще один лусинбин, нет, он не потребуется, Шадоу Демон делает фраг, и ошибается хардлейнер команды Фантастик Файв. Там отличная стяжка, Шадоу Демон увидел, что все хорошо, на медлине, более-менее, разбираются там с Пуджом вместе ребят на инвокере, сверху, в принципе, тоже воет более-менее, таймлок у него есть, справляется, вышел на низ и помог сделать фраг. А Лолик здесь, скорее всего, но он с помощью Сурджа хотел подбежать, опять-таки, опять-таки жадность, далеко зашел, и жадность губит многие коллективы, и сейчас Фантастик Файв страдают именно из-за нее. Им нужно собраться и спокойно продолжить фармить до того, как начнутся тимфайты. В тимфайтах у них уже будет преимущество определенное до появления какого-то серьезного ультимейта, серьезного прокаста инвокера, там, тем временем, в медлине у нас пошла тучка по инвокеру, успеет ли дать подкоп, подкоп только через 5 секунд, тем временем, просто-напросто скука разбирает базозы, и последняя тучка осталась, сможет любить, потом отпевает, еще полетел санстрайк, не помогает, но тем не менее инвокер тоже у нас рассыпается, правда, на последок успел забрать с помощью санстрайка еще и Рики Мару себе в копилочку, в результате это 2 в 1, и в плюсе оказывается команда Фрэнс. И очень важный факт, набрал левел Путж, я все смеялся над ним, первый левел, вышел он в мид, ха-ха-ха, а у Пуджа уже тем не менее полпятого на его личных левел-часах, и боюсь, что для команды Фантастик Файв этот Путж может стать проблемой. Ну, хотя да, уже по сравнению с тем, с чего он начинал, когда он у нас там вышел, отдал ФБ, сейчас уже более презентабельно выглядит, тем более, что может подконтрить с помощью, соответственно, дисмембера своего, да, кого-то убегающего, либо не дать возможности уйти с блинка, либо не дать возможности поражать Сандер, тому же Тераблейду, так что сейчас ранней шестой это идеальная возможность идти гонгать дальше своих оппонентов, того же Лолика, того же Селедана прийти, так что сейчас пока все хорошо у Путжа, на удивление. Дизмембер опасен тем, что так же, как и Праймл Рор, проходит сквозь Блокин Бар, а значит, какие-то попытки прожать БКБ и там за Сандерец на лоу ХП ни к чему хорошему не приведут. Кстати, Путж вышел, и возможно, сейчас какой-то хук поймает кто-либо из команды Фантастик Файв, если вижен здесь у Путжа, у Путжа есть вижен, он видит, насколько тонкий здесь БЗЗ, хукает его, у БЗЗ нет возможности подкопаться, ибо в кулдауне борол страйк, фраг для Путжа вэлплейт, отлично отыгранный, и Вард себя оправдал. И уже пятый с половиной, соответственно, уровень продолжает у нас мидер очень сильно проседать, не понравилось ему на медленней, пришел, хотел стаки забрать, но и тут его уже ждал Путж. Отличная игра, здесь вот себя полностью оправдал, полностью реабилитировал свою ошибку на первой минуте, и сейчас уже может давать отпор в принципе на любой линии, куда придет. Допустим, к Войду можно прийти еще кому-нибудь третьему, шедоу-демону, тем более, есть хроносфера, можно скомбинировать немножко диспембер, потом хроносфера, и за счет этой длительной фиксации кого-то даже и убить, того же Иллидана, допустим, да, там первым в медлене уже вижу, подцепили, это та самая хроносфера, ну, здесь забирают 100%, даже ТП отменили, возможно, через чур, конечно, ресурсов много потратили, хотя боялись, что убежит, товарищ. А по сути, из ресурсов, что потратили? Ну, хроносферу. Да, Sunstrike, ColdSnap, все откатится в мгновение какое-то, и нечего бояться, разумеется, будет отдавать Undershock с пылы, здесь он абсолютно точно не жадный. Ну, вообще, я бы предпочел потратить хроносферу на того же Иллидан, потому что он уже достаточно сильный становится, он чуть было не убил, но таймлог пока что спасает нас, товарища Войда, тем не менее, проседает достаточно сильный, вышку, возможно, соберет. Лолик, проблемы, Лолик оцепляют, еще и Sunstrike летит тайминговый, нет, не тайминговый, вру, но Лолик выходит под Пуджа, и, видимо, дарит Пуджу очередной фраг, вакуум, Лолик еще живет, и от Луны получает Лосонбим на могилку. На 8-3 продолжает наращиваться доминация команды Фрэнс совершенно непонятным образом, да, Пуджа пикнули такие, и при всем при этом прекрасно его реализуют, а у ребят из Фантастик 5, ну, пик вроде тоже неплохой, то есть у них есть и Ром Рикки, который должен помогать бегать куда-то, и даже Дарксир тут, который с помощью щитков может вытворять грязь на своей линии, но, тем не менее, пока что это все совершенно не реализовано у команды Фантастик 5. Я вот сейчас открываю Дабл Д Нетворсы, и вижу, что товарищ Рикки Мару в принципе реализовался нормально, ибо не сильно там отстает от того же Пуджа и Вайда, но проблема серьезная именно с мидером. Лолик просел, отстал уже на тысячу, здесь опять внизу какой-то экшен, БЗЗ, ускорен под сержом, идет, прячет его Шадоу Демон, будет ли погоня за Луной, Луну нужно убивать, копает Луну, БЗЗ, а нет, ни на раз, Сан Шторм не вкачь, справиться некуда, Луна погибает от Рикки Мару, будет ли агрессия, идет, Пудж, он готов идти дальше, взрывает Шадоу Демона Сэнд Кинга, есть Хук, и на Хуке едет РМН, Йолл попытается как-то добрать, РМН до конца стоит, и это его спасает, и бы там был Сан Страйк, РМН себя сейвит, погоня за Шадоу Демона, Шадоу Демона на Лолика вешает очищение, и по-моему, Демник Пюрш потрачен, не зря у Лолика проблемы, Лолик вынужден отступать, а Йолл боится прыгать, маны нету, Рикки Мару. Ну, это уже неприятный размен, теперь для команды Фрэнс потеряли Луну, и в результате чего Фантастик 5 очень сильный, сейчас выигрались вперед, получили 730 золота и 1200 опыта, после этого очень странный, очень отличный выход от Фантастик 5, два телепорта, и четкая сыгранность, несмотря на даже потраченный ультимейт Луны, ей сделать ничего не смог, она ничего не смогла сделать в команде Фантастик 5, и там особо без ультимейтов смогли разобраться с двумя такими важными персонажами, как Луна, и сейчас Пуш, тот же, да, он важный, за счет того, что у него хп много, и он крайне, как бы, ну, расстраивает ряды команды Фантастик 5 с помощью своих хуков, и поэтому его отсутствие даже какое-то время может сильно сыграть на руку команде Фантастик 5. Фрэнс заигрались, вот это, знаешь, чувство, что мы тащим, да я еще и хуком попал, но если Пуш попал хуком, надо же драться, ведь он мог промахнуться хуком, а тут такой повод пофайтиться, и, как видим, Фрэнсов подводит, это желание, я вижу Безезем, он, словом, в районе Рошпита взял руну богатства, куда-то снова смещается, у меня серьезный вопрос к этому Сент Кингу, почему не берет в Рассен Шторм, ведь он может спасать иногда жизнь. Непонятно, почему, да, но тем не менее, даже эпицентр, точка, возможно, эпицентр немножко лишний был опять у нас, ну, там оставалось 100 хп, хотя, с другой стороны, Пуш мог бы его выхугнуть и спасти, из-под смокскрина, из-под каких-то вакуумов подобных, но, тем не менее, очередной отличный килл от команды Фантастик 5 собрались вместе втроем и реализовали свой выход, своего Рикимару в очередной раз. Рикимару просто идеально там подстопил, Луна поняла, что что-то не так, начала получать урон, когда начала отступать, у нее это не получилось сделать и там также подоспел, соответственно, БЗЗ, все четко, все молодцы, сейчас еще и вышку смогут забрать, у них пока все хорошо, сейчас нестрики все собьют, которые наработаны были командой Фрэнс на начальном этапе и там еще Тераблейд, который на первом месте по Нетворцу фактически. Да, заюзал Метамарафозу Иллидан, у него две сотки дэмэджа с руки, я боюсь, что под этот дэмэдж никто из команды Фрэнс не готов лезть, нужно ждать, пока закончится третья, но длительность серьезная и ждать вот этот окончание 52 секунды Метворцозы возможно не самая лучшая идея, тем не менее Тераблейд потеряли внизу ребята из Фрэнс, ну и на топе решили забрать у команды Файв такую же вышку, разменяться и баланс сил ну плюс-минус сохранен, наверное. Но пока впереди все-таки немножко Фантастик Файв, сейчас еще крипы подойдут, они и Т2 пробьют наполовину, но там кстати не собираются уходить, вместе с Войда, вместе с Инвокером, с фаржами можно пропущить, тоже достаточно серьезно, тем более, что Иллидан остался в одиночку, но он и в один, в одно лицо сможет разбить всю вышку, у него тем более есть свои иллюзии про запас, а там ребята из Фрэнс вчетвером уже стягиваются на верхнюю линию, вышку они просто так отдавать не хотят, соответственно, то есть они заберут, сейчас видимо ТП будут делать на низ, но Иллидан все-таки отступает. Метаморфоза заканчивается и команде Фрэнс нельзя отступать, они сносят Т2 вышку, я думаю, надо им дальше идти, по крайней мере, можно развести команду Фантастик Файв на перемещение, как минимум, заставить потратить ТПшки, это все ресурсы, Йол стоит, дает инфу, но какой же Йол самоуверенный, подстанил его сейчас Кентавр, а вот и если бы Центря, как бы дешево обернулся этот мув, вот Йола еще и пырнул напоследок ножом Луну и Луна улетает, а у БЗЗ проблемы на руне внизу, за ним охота. Да, там он хуком попал, очень удачный товарищ на путь же, и в результате этого может сейчас и, кстати, приехать, потому что подкоп есть, по таймингу, последний удар нужно сделать, успеет ли он это делать, но тут приходит Веслис Войт, ставит хроносферу, возможно, немножко зря, потому что не смог отменить после этого свой рот, и БЗЗ есть на него Фэлс Промис, но хватит ли ему это, чтобы выжить, сомневаюсь крайне, в результате размен на один в один, опять-таки, ну хотя здесь неприятно, скорее всего, для пуджа, потому что у нас пуш немножко был впереди, но тем не менее, остальная команда получила золото с этого БЗЗ, и немножечко подставил своего товарища у нас, Войт, ставь так, но пытался, чтобы не ушел с Броу Страйка, как-то, либо еще какие-то Сен Штормы, Блинг Даггер нос нет, по-моему, пока что, да, копит все еще товарищ Сен Кинг, так что, более-менее, ладно, не сказать, чтобы плохо, но не так, чтобы уж хорошо. 50 на 50, и ты остался в расстроенных чувствах, видимо, не понял результативности данного выхода, я тебе могу сказать, что в результате сейчас мува Френдзов на мид, будет потеряна вышка Тир 2, и если не будет какой-то агрессии от команды Фантастик 5, то еще и безответ, безответно, хотя прыгают в пуджа, ЙОЛ идет до конца, нету хроносферы, 8 секунд, нужно драться, БЗ копает, проблема серьезная пуджа, уже расстреливается с метафосой Тирор Блэйд, пойдут ли дальше, а нету ни Даггера, нету ни Форстафика, ну как же так, нечем идти, хотя бы ЗЗ, наверное, единственный, собственно, обладатель Даггера мог бы пойти вперед, но, видимо, был в кулдауне, с него и начинал, да, по идее, Даггер Баррустрайк начинал уже. Да, он в пуджа врывался именно с Блинг Даггера, с помощью этого он смог его подцепить, в результате его опять пуджа, убили, ну и забрали вышку, сейчас еще и Т2 могут забрать, так что не сказать, что бы тут безрезультатный был выход, а там тем временем на нижнюю линию пытаются уже выйти, есть у нас Блинг Даггер, есть подкоп, будет ли у нас просветка хоть какая-то, хоть у кого-нибудь нету просветки, интересный вариант выходить на инвокера без просветки, без Сентрей. Слишком легко, слишком легко играть против инвокера с просветкой, Дабл Дин, так же никто не делает. Ну, понятное дело, что это читы же, кто просветку нынче покупает, нечестно. Так что, ну инвокер спокойно выживался, а спокойно ли? Сейчас привезут себе просветку, какую-нибудь с курьера будут везти, однако нет, уходит отсюда спокойно, сейчас ведь дождется своей команды и уже с поддержкой-то разберет своих оппонентов. Правда, Рикки Мару здесь не видят, остальные уже успели выйти под защиту вышки. Вот я все смотрю и думаю, Shadow Demon, у него на руках лишь Аркейны и Мэджик Вонт, соберется ли он в какой-нибудь Даггер или нет, не Даггер, конечно, Форд Став. Или нет, мобильности пока команде не хватает, Фрэнс у них нет ничего, то есть есть у ребят с Фантастик 5 Даггер с Барустрайком, а у них же из инициации только Хук, который заменяет, так сказать, в обратную сторону, Даггер ко мне называется, кого-то из команды Фантастик 5, ну и Хроносфера с Тайм Волка. Ну да, почему нет Хроносфера? Ну, рейндж, конечно, сейчас крайне урезан у Тайм Волка, но тем не менее, да, нет у нас Форстафа пока у Пуджа, то есть там можно Форстафнуть Войда, потом после этого Тайм Волк еще, а там смотри, там БЗЗ в невидимости ждет, ждет своего часа и в принципе он может его дождаться, потому что вся команда в Фантастик 5 подошла на подмогу и при желании не могут всех подцепить. Однако команда Фрэнс понимает, что здесь что-то не так и надо бы отойти подальше. Там можно принимать бой и Хуки есть удачный, тут же моментально у нас пошел ультимейд от Рикимару и здесь он вроде как спасается. Тем более, просветка есть, нужно убегать, пошли иллюзии будут цеплять дальше. Пошел у нас Эпицентр, Эпицентр по кому? Они по кому что ли? Эпицентр просто там подцепили, есть Хук, хорошо, также Дезрабшин, пока что Шадоу Демон живет, но отпустят ли его? А отпускают, и что? Разменялись Эпицентром и разошлись. Интересно. Провалище, полное провалище, так стартовать нельзя игру и нужно переосмыслить срочно команде Фантастик 5 в первую очередь позиционку, то есть стоящий в невидимости Сэнд Кинг с Дайгером не должен настолько жестко фейлить свой ультимейт, но прочитать можем сколько угодно, надо открыть графики здесь. Преимущество команды Фрэнс налицо, 3000 по деньгам, чуть меньше 1700 по экспириенсу также за ними. Да, пока, но 20-ая минута почти, это пока что не такая серьезная сумма, то есть если бы там было 10 тысяч, да, можно было писать, но 3000, что 2 блинг Дайгера, 1 блин Дайгер. И что делает Луна на фарме Теншентов? Там ультра-мега-рэмпач-стаг и заберет их Луна, поскольку есть у нее Доминатор, есть у нее Драгон Лэнс. Йол, конечно, решил немножечко урвать себе экспириенс и ставиться сентря. Слишком поздно, ее ставят в Шадоу Демон, открываются на Йолу, Рикки Мару будут убивать, но на Рики тратят очень много вещей, Йол еще и сэвить, старается Оракл. А получится ли? Нет, не получилось. Но все же отдали в него еще и Эклипс от Луны, следовательно, дэмэджа было овер много и дофармливать будет. Не уйдет отсюда Йоку, Йоку будет стоять и что? Настолько дешево будут потери на эти крипочки? Ну смотри, сейчас два ультимейта было потрачено на Рикки Мару, но крипы... Нет, я что-то заберу. Думаю, драться не станут пока что. Не готовы они к дракам. Или да, у нас еще не дофармил. Однако теперь 2 минуты без ультимейтов, можно более-менее спокойно ходить по лайнам, немножко пропушить. Но пока Элидан себя не так уверенно ощущает. Нет у него какой-то скадзи, допустим, и манта стайла. Так что есть только Драгон Лэнс один, по факту, из серьезных таких артефактов. Да, Яша плюс Элюзерерп, но это так, это еще не до конца дособранная у нас манта. Но, тем не менее, решают пофармить. Возможно, заберут вышку снизу такие. Метаморфоза у нас есть? Нет, а, вот она есть, да, только что прожата. И вышка снизу у нас упадет. Важные артефакты скоро подъедут. Тут Инвокер фармит себе Аганим Септер, БЗЗ попытался хукнуть, копнуть Пуджа. А, Пудж хукнул одного крепочки, на этом разошлись команды. Так вот, помимо Аганима у Инвокера, из интересных айтемов скоро подъедет к Рикимару Диффьюжил Блейд. И вот этот уже айтем я жду. Ибо уйти от команды Фантастик Файв, гипотетически не убив, Йола уже будет невозможно. Да, смотрю с Диффьюжил Блейдом тут больше раскладывает способности, нежели для того же Войда, кто-то, если бы он его приобрел. Ну, вот он приобрел в Адмирс, это немного более, кажется, полезно, тем более с Луной, тем более с Инвокером. Лишний раз подалакрить, это вообще страшная вещь, можно выхиливаться на фул. Так что Диффьюжил Блейд здесь, да, смотрится очень интересно. И та же, казалось бы, Луна достаточно быстрая, тот же Фейслос и Войд после Таймволка. И подцепить их крайне приятно для команды Фантастик Файв. Это точно. Ну и посмотрим на Драку, я думаю. Есть аганим у товарища Инвокера, и мне кажется, этот аганим нужно реализовывать. Пока еще о нем не знают Фантастик Файв, они явно догадываются, и пора бы что-то предпринять. Откатилась Хартосфера вот прямо на моих глазах у Фесса Свойда, и драться могут, имеют полное право, все в наличии. Если же мы откроем Террор Блейда, у него еще 54 секунды, не будет метаморфы. Это очень и очень много. Да, за минуту можно дело над Фрейд, того же Рошана, к примеру, забрать. Тем более, бой в узком проходе в принципе не так уж и плохо для команды Фрэнс, однако там есть теперь... Внизу цеплять будут, по-моему, кого-то. Нет, не будут. Это Луну расклеил пополам Шаду Демон, теперь Луны стало 3, и она идет пушить Ироген Тауру. БЗС вот в том неудачном месте в засаде опять. Как бы его там не нашли случаем. Так вот, я говорил, что сейчас можно попробовать забрать Рошана, однако есть возможность... Слушай, БЗЗ-то чувствует, по-моему, что он там, но БЗЗ-то же не лыком шит, отступает отсюда по добру, поздорованню. Дальше, смотри, идет сейчас ведь найдет, хроносферу поставит, находит. Будет ли у нас хроносферу? Нужно сейчас уже ставить. Да, есть хроносфера, есть Санстрайк. Пытаются Флэлспромисом его спасти, но хватит ли этого возможности. Пошел Бороу Страйк, тут у нас будет подхил. Еще не нахук поймали. Слушай, Лолика, Лолика точно отсюда не отпустят. Лолика минус. Он сенбим. Что у нас по БЗЗ? БЗЗ погиб. Тут еще и подцепили Иридана. Смогут ли он отсюда убежать? Он смог. Да, тут он станчик не прошел. В результате это 2 в 0 на ровном месте. Потратили одну хроносферу, фактически, а Эклипс у нас остался. По-прежнему Луны так, что они сейчас, ребята, из Фрэнс. Полный боевой готовности, готовы идти дальше. Еще и без Аегиса. Провальчик, хоть и небольшой, но все же провальчик. Команды Фантастик Файфа и преимущество Фрэнс неуклонно растет. И сейчас, по-моему, время Аегиса, возможно, для Фантастик Файф. Да, вполне у нас есть 10 секунд. За эти 10 секунд они смогут его с фаржами, с пассивкой Луны, подалакрить и все это. Да, у нас подэт очень быстро. Там, правда, смоки уже купили себе ребята из Фантастик Файф и готовы ловить. И Кемару тоже занимает позицию. Бегут сюда, но Рошан подэт уже быстрее, чем команда успеет подоспеть здесь. Хотя, ну да, мне... Посмотри, Пудж занимает отличную позицию и не так просто будет кого-то выйти. Еще и Хукает сюда Эрмэн. Эрмэн серьезная проблема. Оракл не засейвит сам себя. Ибо под Дизмэмбером съедает его Пудж. И Зайд ультимейт или Данн. Будет вакуум и волна Фреблика великолепная. И Беззайд делает обицентр на триплкилл. И отсюда уходит только Войт или не уходит. Нет, погоня не будет организована. Здесь Луна разменяла Аегу и после Аегиса Луну будут уничтожать. Это минус четыре от команды Фантастик Пайф размен на Эрмэна. Я тебе обещал вакуум в четверых. Лолик сделал. Вы договорились, похоже, перед матчем, чтобы красиво было все сделано. И смотри, 3200 опт... Ой, золотый. 5500 опыта получила команда. Размен после Аегиса. Вот он реализованный Блингдаггер на, соответственно, на Дарк Сирии. Да, это идеальнейший замес. Лучше просто-напросто не придумаешь. Хотя, казалось бы, начиналось все очень плохо. Выкукали Йола, да? Правильно понимаю? А, Рэмэна, Рэмэна, Рэмэна. Вот Йола сейчас хукает как раз-таки Пуч, и отсюда Йолу ходит. Да, и смотри, получается, дрались уже изначально в четыре против пятерых, и все равно, все равно умудрились перевернуть благодаря одному с половым вакууму. Ну, там эпицентр, еще стенка стояла. Ну, это такое самое основное, конечно же, вакуум был. Вакуум был божественный. Я думаю, что не за любовь, так за вакуум можно будет выпить кефира на ночь, и был Олик действительно хорош. Это был великолепный вакуум, но я думаю, что Фрэнс должны сделать правильные выводы, и я думаю, больше так близко они не подставятся. Да, тем более, ну, дрались не на особо, ну, не то чтобы дрались, они там все умерли в основном, а находились на крайне узкой позиции, поэтому непонятно, почему они так действительно держали такую позиционку, понимая, против кого они имеют дела, и поэтому сейчас нужно быть... Забыли в горячке бой, наверное? Да, может быть. Увлеклись. Ну, там же драка началась, там же Пук хукнул. Да, Пуч хукнул. Пуч хукнул, и надо драться. Кстати, Пуча теперь копает БЗЗ, Йол туда врывается, есть у него, кстати, official blade, но не понадобился. Пуч погибает. Очередной раз отличный выход от команды Fantastic Five. По-прежнему у нас пытаются ходить поодиночке ребята из Friends, за что их моментально наказывают. И, кстати, не так уж и плохо получается. Смотри, 560 золота, 1000 опыта за Пуча, казалось бы. Ну, то есть Пуч вроде бы саппорт, вроде даже и второй позиции, но, тем не менее, золото за него неплохо отсыпают, плюс еще и опыта кого-то получить, тем более пока что. 16-х нет, а хотелось бы. Хотелось бы. Ну, это Sun Strike, богат, на 50 хп выживает, здесь чудом БЗЗ. Нет, я думал, он переключил ПТ на силу, но нет, этого не было. Фейзы у нас в товарищи. Фейзы сложно переключить. Я думаю, если он это сделает, то явно будет какая-то медалька. Ну, посмотрим впоследствии, может, он и переключил, как раз таки, мы этого просто не заметили. Но, тем не менее, пока что у нас все хорошо складывается для Фантастик 5, по-прежнему они продолжают себя крайне, крайне привлекательно показывать со стороны, но, с другой стороны, опять-таки Луна фармит у нас, вроде неплохо. Вроде у нее есть БКБ, есть Драгон Лэнс, есть Яша. Монты пока не скоро, но у нее есть бюджетная монта, это Шедоу Демон, поэтому в следующем тимфайте с БКБ. Насчет этой бюджетной монты, я оговорился, сказав, что будет брать себе Блинг Даггер вместо стандартного Форстафа, а он взял и купил себе Блинг Даггер. Это, похоже, был стрим снайп. Можно, слушай, я специально двухминутную задержку поставил, но все равно ведь как-то умудряются. А знаешь, баг есть такой, что иногда в лобби, ну, когда играют, слышат комментаторов люди в прямом эфире. Ну, игроки имеются в виду. Ничего, не слышал, не знал. Ну, вот был такой один раз баг, но сразу в лобби пересоздали. Там, тем временем, ЕУ появляется у нас для Сент-Кинга, еще в мобильности, еще больше возможностей кого-то подцеплять, так что сейчас опять у нас выходят на Войда в этот раз, а хватит ли у нас подмоги, и не получается. Смогскрин отсюда никак, ты просто-напросто не выберешься, втроем его зажали в этом тумане и, наверное, у смерти Брекли. Продолжают, продолжают делать то же самое, а ребята из Фрэнс, они тоже продолжают делать. Только до этого совершил Путч эту ошибку, а здесь Войд, понадевшись на то, что у него таймволк, он вроде как сможет уйти. Но, серьезно, друг, там ты должен понимать, что как минимум уже два блин-даггера есть и есть смокскрин, то есть тебе нужно все равно кого-то в подцепе держать, чтобы он был вне смокскрина и смог тебя либо толкнуть, либо хотя бы в дизрапшн повесить. Опять-таки, слишком, излишняя самоуверенность со стороны команды Фрэнс. Я предупреждал и хайпил тебе эту тучу от Рикимару, погибает вновение около Дарксир, проблемы будут у кого-то еще? Нет, пожалуй, не будут. Безуслева готовится к какому-то выходу и будет ли это выход, Путч берет гем. Это, скорее всего, будет выход с ТП на базу сейчас для него, потому что далеко его друзья из команды, далеко даже. Т3 только на этой линии стоит, поэтому здесь ему, ну, разве что крипов сейчас как-то отвезти. И вот, только я сказал, что переоценивают себя ребята из Фрэнс, оставаясь на линии одиночку, то же самое делает Лолик Дарксир. Ну, да, он был не один, но, тем не менее, дрались в невыгодной позиции, были они в меньшинстве и не успели ни Сурдж прожать, ни Бриндаггер, даже моментально просто их подцепили и были наказаны за то, что задержались слишком долго на вражеской территории. И опять Безезе очень серьезно рискует, его пошел искать Войт, Войт взял себе гемы Shadow Blade и это крайне-крайне важная информация, которую сейчас команда Фандасик 5, по-моему, успела получить под Вардом, ибо теперь старт от FSS Void, и его еще и не узнаешь, откуда он идет, ибо Войта ты не увидишь, а Shadow Blade будет осиживаться, собственно, до момента постановки Хроносферы. Да, мало того, что Бриндаггер теперь еще и Shadow Blade, он должен моментально поменять позицию, то есть вроде бы его где-нибудь видел, бац, он уже в другой конце карты ставит Хроносферу в трон и сносит его. Но, тем не менее, еще можно поставить Сентри какие-то, и это делает у нас Рикимару, ко всему прочему, так что сейчас подход Войта, если он будет по мид-линии, будет, ну, предугадан с помощью этих двух вардов, что готовы, готовы ребята из Fantastic Five встречать своих оппонентов, подготовили поле боя такое уверенное, но сейчас, главное, не попастьесь ребятам из Friends, точно так же, как они сделали до этого, причем они хотят идти именно в то же место, к Рошану, ждут его, собираются там, пока вместе. Да, драка за Рошана будет интересной, правда, Рошана еще не скоро, но Луна нагло фармит вражеские леса, команда Fantastic Five не фармит, кстати, очень тревожный звоночек, ибо Элидан проигрывает в Нетворсе инвокеру, это не самый лучший Ну, инвокера Нетворс чуть получше все-таки, за счет наличия Мидоса, Стэша, каждые 90 секунд дополнительно 190 золота как-никак сказываются, и как раз-таки это инвокера, скорее всего, хотят наказать сейчас, потому что в спине уже Рикимару находит, он видит, куда отпрячется, но Бороустрайк мимо, там остается Сентри, будут ли продолжать дальше, а урон-то может не хватить, просто есть Тучка, есть Дефюжилбейд, тут нажимается БКБ на развороте, еще хочет подстрелять, в принципе, получается неплохо, Торнадо, Торнадо не попадает, но тут уже бежит Войт с Хроносферы, будет ли он ее ставить на одного Рикимару, он не стал, но там еще и БЗЗ ведь есть, не может не уйти, но тут есть ТП, будет ли пребраться дальше, Хроносферу на удачу не стал рисковать в этот раз, и в результате одного Рикимару, но тем не менее, 515-5 золота, ну да, Хроносферу-то ставить, если бы он был с Аганимом, саппорт твой, такой Аганимовый, я бы на его месте реально бы втыкал постоянно Хрона в любой вообще непонятной ситуации, ну понятное дело, что дальше собирается команда заходить на Хайгран, поэтому Хроно пригодится более на, именно в этом заходе, нежели попытаться на удачу кого-то подцепить, но с очень уверенно, БЗЗ проиграет, там чуть было, не подспят ли моментально, Пуч готов кого-то хукать, проверил он свою, а стандартную позицию никого не нашел, ну и что, смогут ли зайти, и Рикимару пока нет, 10 секунд, и все ультимейты у команды Фрэнс на готове, но нет Аегиса, и страшно все еще, потому что, помнят они предыдущий замес, где они проиграли просто-напросто в ноль, Пуч эти рандомные хуки, кидает по краю карты в надежде кого-то зацепить, но ничего не выходит, да, тем временем-то у нас верхняя сторона для команды Фантастик 5 пушится, очень даже уверенно, если бы кто-то там еще отправился туда, допустим, стрелов, если бы у кого-то были они, да, допустим, ну то есть желательно у Лолика, чтобы он с щитками очень сильно пропушивал, и тогда можно было бы и линию в этот момент спушить, и стянуть даже команду Фрэнс туда, чтобы они телепорты потратили, и попытаться их сбить, соответственно, подловить на этом всем, но вот пока у нас скрипы выполняют эту роль, начинают немного царапать вышку сверху, и все равно команда Фрэнс отступает, понимаешь, что пока драться невыгодно для них, они скорее всего драку следующую проиграют, если они будут без Аегиса, и вставляться не хочется в такой ситуации. Рошан будет буквально уже через несколько секунд, и Крошпит и, по-моему, Фантастик 5 решили выдвинуться. Ну смотри, они занимают позиции, все готовятся к Рошану именно, да, там пошла у нас скан, от кого это скан у нас пошел, скан от команды Фрэнс, но не угадали они, ожидали, видимо, Смоуквиллску от команды Фантастик 5, не получилось у них предугадать, потому что команда Фантастик 5 пока еще фармит леса, но Рошан Рошан еще не появился, и ждут, ждут именно этого товарища, в остальном делать пока нечего, то есть идти нужно уже начинать заходить на хайграунд обеим командам. Я смотрю на Лидан, он купил себе Иглсонг, будет там, по всей видимости, бабочка, хук очередной от Пуджа на шару, но никого не ловит. Потихонечку прорастают артефакты, я бы не сказал, что Луна сильнее, чем Тиролблейд в Лейте, наверное не стоит. Ну смотри, сейчас могут Фрэнс отпускать. Могут поймать, есть хук, успеют ли, ну да, тут без шанса, скорее всего, еще подцепили здесь БЗЗ, смогут ли отпустить хилосферу, просто-напросто ставится, здесь уже не жалет, понимаешь, что пойдет на 100%, там тем временем иллюзия просто, иллюзия убивает Пуджа, Пудж убегает на барабанах, убежит ли, а настоящий Тиролблейд где? Настоящий Тиролблейд сражается там где-то сзади, есть у нас баябэк от БЗЗ, к тому же, там тем временем Лолик поставил стенку не очень успешно, все разбегаются, кто куда, лишь бы не подставиться, ни под что, непонятно, что происходит, и все-таки Пудж погибает, а нет, совершает самоубийство, догнали его иллюзии, был вынужден он, и это баябэк от БЗЗ, и сейчас он вынужден возвращаться, и тогда либо Рошана забирать, либо уже на хайграунд заходить. Вот какой-то сумбурный... Рошана выбирают, нет хроносферы, нет Пуджа, почему бы не пойти, кстати, Луна там тоже Эклипс нажимала, и да, это будет явно Рошана для команды Фантастик Файф, но если Фрэнс ошибутся и попробуют здесь подраться, я не ставлю ничего на команду Фрэнса в этом файте. Ну, у них Шедл Демоны не только подходят, варды поставить хотя бы, понимают, что все равно они сейчас в невыгодной позиции, им просто нечем, Пудж единственный, который мог хукануть, как-то и разбить ряды противников, сейчас находится в таверне, ну, и Инвокер тоже пока что не так сильно есть у него БКБ, но он предпочитает сплит пушить, нежели пытаться врываться какие-то торнадо давать, там еще слушай, кого-то поймали, нет, успел уйти в Фейслос Войт, в Шедоу Блейд, в Бринг Даггер и спасаться тем самым. Но это Аегис, Аегис для, не для Элидана? Нет, для БЗЗ, но БЗЗ инициирует Элидан, у него абсолютно такая, знаешь, безопасная позиция в драке, он настолько далеко, и к нему так тяжело попасть, что логично отдавать именно БЗЗ этот Аегис. Ну, посмотрим, как это будет, ну да, в предыдущем файте именно в него у нас очень много всего слила команда Фрэнс, и если бы он выжил, он даже в байбэк потратил, чтобы помочь своей команде, однако байбэк, наверное, был немножко излишним, скажем так, теперь ему 6 минут вообще лучше не стоит, так что Аегис, как минимум, даст ему более спокойный разум, он может понимать, что в случае смерти он еще вернется, и в результате может даже перевернуть какую-то драку, однако луна, луна в одиночку, во вражеском лесу находится без вижена, и если бы чуть быстрее была команда Фантастик Фа, она как раз-таки достаточно быстра, но тут есть БКБ и ТП Аут, ну, стоило ли того, стоило ли фармить во вражеском лесу без информации, базируясь на том, что у тебя есть БКБ, ТП Аут, тратить БКБ на вот такой вот странный мув для фарма, у тебя же свой лес есть, у тебя есть стейншенты свои, которые можно постакать по-прежнему, вот этот момент мне не всегда понятен, что люди после 30-й минуты или после 20-й перестают стакать, а ведь если игра затянется, стаки даже после 40-й минуты это крайне мощная штука, то есть куча золота, куча опыта, оно дополнительным лишним никогда не будет, ну вот видим, что Луна предпочитает, Луна предпочитает, фармить вражеские леса, тратить БКБ вне файта, чтобы вот так вот подставляться, ну и посмотрим. Пудж Боттл своровал с Рошана, кто-то выкладывал там Боттл, я уже не помню, кто есть, Дастик Файв, он зашел, выложил свой лейс и забрал Боттл БЗЗ, вот оно. Да, БЗЗ, наверное, больше, а у кого еще Боттл может быть, Волика, разве что какого-то. Не, нет, это Боттл БЗЗ и воришка не воруй, как там. Да ладно, все, что выложено у Рошана становится автоматически общим, что все по-честному. Ну и что, команда Фантастик Файв стягивается на нижнюю линию, опять, они сверху немного пропушили и сейчас хотят, что-то не стану, но с иллюзия отчаянно сражаются с башней и где у нас более всего пробито? Более всего пробито так-то, ну почти нигде, поэтому... Да нигде, правильный ответ, да, надо заходить конкретно, везде где заходили, заходили крипы, а сейчас Ёл найдет Войда и у Войда будут серьезные проблемы, потому что... У Рикимару гем. У Рикимару гем. У Рикимару гем. Ну и... Они не верят. Стоят такие два красивых, есть пур, замедляет Войда, Войда, попытка сделать тп-аут, успеет ли БЗЗ, есть вакуум от Лолика и мгновенно погибает Войда, гем дропнут и байбэк сейчас будет от Войда, это ошибка, это провал. Но он делает то же самое, что и Луна, только у него-то нет БКБ тп-аута, я не понимаю, почему они продолжают делать то же самое, одно и то же. Их 5-й раз ловят на одном и том же, сверху поймали Пуджа, сверху поймали Войда, потом поймали Луну, ну Луна, ладно, с БКБ она ушла. Почему? Ну сейчас снизу, да, они сменили позицию, с которой они начали умирать в одиночку, но все-таки лучше бы может не умирать, когда вы находитесь в проигрывающей ситуации. Ну, мне в любом случае понравилась эта дуэль взглядов, у ФСС Войда и Рикимару, оба стоят, такие друг друга видят, друг на друга смотрят, там все весело было. И сейчас будут цеплять, цепляют, копают, вакуум, стенка, все стоит от Лолика, великолепный, стирание товарища Пуджа, и отсюда не уходит Шадоу Демон, если байбэк, у Шадоу Демона есть, нет, Шадоу Демона нет, как раз есть Лиша Пуджа, Лолик отходит назад, Элидан стоит, расстреливает, Элидан призывает копии, хукануть Элидана будет сложно, но нет, здесь четко расправляется с Элиданом, Пуч, нужно свапать ХП, и отличный мув от Сандера, от Террор Блейда, БЗЗ, проблема серьезная, это Миша Аегис, рассказ по полной программе в Террор Блейде, Террор Блейд все еще живет, Террор Блейд начинает расстреливать, Луну будет БЗЗ сейчас копать, но прожигает, прожигает БКБ Луна, проблемы серьезные, Элидан без Сандера, за ним погоня, форстафует Элидана, пытается уйти, инвокер прокаст, ну ёл, нужна туча, 6 секунд кулдау на тучу, но в развороте БЗЗ, взрывает Пуджа, и Пуч вынужден динаиться, будет ли кто-то подставляться под Санстрайк, нет, не будет, и это минус 2, и байбэк Пуджа. Вот так вот подрались, забрали вышку, под немножко, нет, даже не побили, но не тот барак, там 12 хп нанесли казарме магов, в принципе, он не отрегинет, уже хорошо, и хроносфера была идеальная, просто вот это, наверное, лучшая хроносфера за эту игру, но дэмиджа в него не было вообще никакого, и в результате этого, да, в результате этого все выжили из Фантастика 5, то есть они просто 4 секунды стояли и смотрели такие, думая, что как бы им пришла верная смерть, а нет, они просто пережили на ровном месте, ультимейт был потрачен, эклипс, который Луны, да, он потрачен был в Лидана в одиночку, там продолжаются сражения, но это так разминают друг друга, и не получилось убить никого, не хватает уже груза. Решили там Аегиса, по итогу, это из плюсов, пожалуй, из единственного плюса, но слишком дорого, мне кажется. Но они потратили все, чтобы убить Аегис, при этом потеряли все равно вышку. Сомнительный размен, не самый лучший для команды Фантастика 5, они и так-то сейчас, команда Фантастика 5, они, конечно, по графикам, возможно, лидируют немножко даже, но смотри-ка, нет, пока еще команда Фрэнс впереди, как-то каким-то чудом... Мне кажется, байбеки еще не засчитались, хотя нет, вот оно, да, вот оно все засчиталось, и 2000 по дигам, и 5900 по экспириенсу, все еще в пользу Фрэнсов. Не дает Дота, за счет одного камбека, вернуться в игру команде Фантастика 5, полностью, будут давить потихонечку дальше. Ну, так что, эта игра может затянуться еще на добрые 50 минут вполне, пока Луна может иметь крипов дефт, как и Тераблейд, а сейчас драка без Аегиса, будет ли она, что у нас, опять-таки, ладно, заходить куда-то на Т2, не так страшно, но хайграунд, хайграунд всегда вызывает некоторые опасения у любой команды, и заходить без поддержки, ведь Аегиса, который так сладко дает тебе возможность выжить в случае неудачи, крайне сказывается на том, ну, сказывается его отсутствие сейчас команды Фрэнс, поэтому, возможно, просто иллюзии сейчас будут отправлять ПКД в надежде спушить хоть что-то. Иллидан, к слову, 3000 на руках имеет после покупки этой самой бабочки, и нужно ему задуматься, может быть, о, не знаю, ребрах, быть плотнее, ибо с руки демаджа тоже уже нормально залетает, а может быть, БКБ, а может быть, Сатаник, тут опций очень много. Но вообще, БКБ было бы поприятнее, то есть за счет прокаста инвокера можно очень многого лишиться, не дать возможности прожить какие-то кнопки, там на инвокеры в итоге выходят, пошел дефишлбейт, а будет ли поддержка какая-нибудь дальше, кого там нашли, то у нас просто с иллюзиями сражаются, друг с другом подцепили, или Дану будет ли у нас скук, пошли иллюзии монты, и разворачиваться вынуждены здесь пуш, понимая, что даже с иллюзией могут ему очень сильно набить, там тем временем Войт бегал, ему по сигнале, поставили сентри, пуш, туда же ставится хроносфера, это возможно даст какое-то время, но, к сожалению, хроносфера почему-то по луне, которая сейчас погибнет, здесь на ровном месте, ее с руки забирают, и это 3 в 0, а, ФССФОид, у меня один вопрос, почему хроносфера в свою луну, что ты этим пытался добиться, когда у Тераблейда была активная метаморфоза, ну, видимо, сказал ФССФОид, потому что я могу и без зазы, его здесь копает, находит бедного Войта, но отсюда вряд тоже, получится уйти, ФССФОид, еще одна секунда, таймволк будет заюзан, Йола, замедление с Пурджа, и на этот раз взрывают ФССФОид, и он в таверну уже с откатившимся байбэком, к слову, на который деньги имеются, но вот зачем этот файт, зачем эта хрона, ты его сглазил, Double D, причина в тебе явна, после такого великолепного хрона теперь самый отвратный, по-моему, хрона за этот матч, ну, как бы я сказал, что хрона хорошая, но он ничего не изменил в результате, все равно, ладно, плохой хрона, с кем не бывает, подумаешь, 25 секунд, луна вернется, однако, придется уже сражать, ну, хотя, они могут и не зайти вообще, ну, что им, вот у нас Рикки Мару только подбежал, посмотрел, может, вард поставит какой-то, да, тут же его подцепили, могут наказывать, если у нас инвокер, инвокер подбегает, но дальше не стали, а, инвокер не успел подбежать, вот у нас вообще сверху БЗЗ, пошел эпицентр, по инвокеру хватит, либо КБ прожимается, просто ТП-аут отсюда, ничего не может сделать, у нас БЗЗ товарищу на инвокера, спокойно уходит, у нас тут, это пудж был рядом с Рикки, но он не стал в нем хукать, или дан тем временем, просто иллюзиями не спущат, ну, то, что нужно делать сейчас, команде было Фрэнс, это пушить иллюзиями, через Шадоу Демон, через Манту, однако они там как-то побегали и отошли. Шадоу Демон делает грамотный мув, он делает копии террорблейдовской копии, и копии террорблейдовской копии убивают копии террорблейда. Да, это, кстати, отличная стартап против всех людей, которые собираются и мандастайлы, подобные вещи, тот же антимаг, допустим, и до этажа луна. Как тебе это решение? Обрати внимание, Лидан покупает Дефьюжел Блейд, и, внимание, вопрос, неужели надеется реально через копии лишать маны команду Фрэнстом и уменьшать какие-то возможности выжить у Войда, у Шадоу Демона, которые будут терять быстро манозапасы и ХП, и, собственно, жизнь их зависит именно от маны. А почему мне там ставится тучка, по-двоим замедлили с Войда, с Петлиной на Суити Стенка? Стяжка черная, отлично, Войд моментально погибает, Луна просто будет сейчас расстреливаться с помощью метаморфозы. И Лидана, хватит ли ее по щопу, от БКБ-то нет, у нас есть Дефьюжел Блейд, Дефьюжел Блейд пока не помогает, здесь у нас есть Хук, есть Дисмэмбер, нужно быстрее убивать Лидана, иначе будут большие проблемы. Сандра не успели они это сделать, потому что под Феллс Промисом находился у нас товарищ Илюша, в результате он выживает после этого, и размен пока что не благополучил. И выхукивает, слушай, но не было Сандра. Хроносфера была неплохой, возможно, пытался он там помочь Лидан, дальше идет еще инлокера смог добить, просто-напросто есть байбэк от Лидана, также выкупается он обратно в игру, не хочет отдавать, потому что, понятное дело, Рошана, там, тем линием, Войт пытался развлечь, завлек троих на хайграунд, сам убежал, ставим Волка, ну и размен 3 в 2 получается, у нас был байбэк только от Лидана, сколько понимаю, и слушай, дальше бегут, дальше хотят, не хотят отдавать, выкладывают у нас Блинг Даггер, чтобы, ах, какой ты абузер, но за это вы смогли бы сейчас и наказать, лишился бы Блинг Даггера, товарищ Войт, но это 5 в 2? Да, 5 в 2, байбэк, вроде бы, потрачен Террор Блейдом, но байбэк абсолютно оправданный, я думал, что после этого байта Войда на хайграунд вообще уже ничего не будет, но команда Фантасик Вайф абсолютно там, как-то по-детски, что ли, заскочила, понадеявшись на то, что убьют легко Войда, Войт в итоге неплохо замувил, но почему Фрэнз в этот момент не отступали, просто не ломились домой, для меня загадка. Они понадеялись, что у них получится вот раз убить Иллидана, не получилось, в очередной раз смог он прожать Сандр, ошибка была, скорее всего, ну не знаю, не от Войда или от Пуджа, потому что хрансфера была хорошая, если бы не было Хука, возможно, смогли бы забрать ее, не дадя возможности прожать тот самый Сандр, однако отличная игра, здесь у нас опять была от Оракла, который подселил, пытаются убить с прокастов, байбэк сделал инвокер, возможно, даже получится убить хоть кого-нибудь, и база медленно, наверное, падает под натиском иллюзии Иллидана. Есть дальше подкоп. В последнюю очередь решает, вакуум хорошая, с телочкой нужно дальше бить, проживает БКБ инвокер, проблемы серьезные у Йола, Йол не может скрыться в ультимейт, эта луна в ВКБ разваливает кабины, гем в итоге дропнули, пути попытается БЗЗ, юзает он свой Сандшторм, Лолик бежит, РМН тоже бежит, РМН под ультой, выживет ли после нее, выживает, БЗЗ уходит и спаслись, по-моему, Фантастик Файф, отделавшись кровью Йола и Иллидана. Да, неприятный момент, как-то понадеялись, но, тем не менее, забрались лучше Иллидана, и получили после этого две с половиной... Привалу Иллидана нет байбэка! Да, он только что, он только что купил себе новую апнутую травула, но у него в любом случае сейчас гулдауни, по-моему, или нет? Нет, а, ты погоди, он делал байбэк, снизу, когда на Рошане его подцепили, и убили, он точно делал байбэк, поэтому сейчас у него, даже если бы были деньги, то не было. Это, может быть, кстати, стоит сейчас как минимум, как минимум стороны одной, но, с другой стороны, есть у нас эпицентр, можно как-то пытаться с помощью него задержать хотя бы своих оппонентов, вот он пошел, эпицентр, есть подкоп, по Иллидану, ой, по Иллидану, господи, по Инвокеру, он остается буквально 177 хп на БКБ, выживая, здесь пошел Дефиндласс по всем, отличная хроносфера, реабилитировался товарищ на Войде, даже проказ моментально залетает, это минус 3, есть байбэк у БЗЗ, хватит ли его, пошел фейлспомис опять-таки по Ораклу, почему-то не стал на никого в хроносфере сейвить, и в результате сейчас просто поплатит за это базой всей, а не только стороной, ну на 30 хп выжил товарищ, но байбэк еще у нас от Лолика есть, да, но смогут ли они задефать, БЗ приходит, возможно была ошибка, есть у нас поддержка, пошел, но ставим делейшн, замедлили очень сильно, товарищ сможет ли уйти, их также, Стэншторм, пытается жить все еще на Сурки, Сурки забивают, проходят баши, последние пару ударов сделать, после байбэковики успевают, погоди господи, он же подкопался, но удар прошел, тем не менее, и остался один Оракл, там где-то еще Лолик должен бегать, но Лолик убегает со своей базы подальше, потому что там на базе делать нечего, это продолжается у нас развал, ребята из Фрэнс тем временем просто идут в трон, есть у нас стенка неплохая, вроде как подходит сюда еще Иридан, вернувшийся после уже своей смерти на ровном месте, и забрали Пуджа и Луну, ну смотри... Ну там байбэки есть, потеряли очень много сейчас Фантастик 5, они оголили трон, трон конечно дорегенится, и нужно инвокер сейчас убивать, Лолик без маны, погибает Оракл, делает байбэк Пудж, делает байбэк Луна, они идут дурац, Шадоу Демон, да, убивает инвокер, Террор Блейда, и можно писать заветные буквы, это победа команда Фрэнс. Там иллюзии, и Шадоу Демона убили сейчас Иридана. Да, это, вот она, комба. Да, страшная сила, эта вещь недооценили ребята, опять-таки Фантастик 5. Ну, Фрэнс, к их чести, они смогли себя реабилитировать, и что в ФСС Войт, что Пудж, ну Луна в принципе себя стабильно показывала. А вот ребята из Фантастик 5, они опять-таки, когда начался у них камбэк, они почувствовали себя спокойно, и не стали дальше вкладываться как-то на 300%, и просто переждали, переждали все их мувы, и зашли спокойно, подловив на ошибки, когда они заходили на хайграунд. Да, велиопная игра от обеих команд, но здесь большую стойкость проявили ребята из команды Фрэнс, за что и, собственно, победы награждены. А счет почти равный, 31-28, и открывая статистику, вижу 27 тысяч дэмэджа от инвокера, он передомогал вообще всех на этой карте, и победы заслуженные. Поздравляем, Фрэнзов! Да, ну а сейчас мы будем переходить ко второй карте, я напоминаю, ребята, вам, что у нас есть замечательный спонсор fanobet.com, переходите на сайт, делайте ваши ставки на различные киберспортивные события, ко всему прочему, с помощью промокода UCC, вы можете получить кэшбэк до 50 долларов, да, да, долларов, это сколько у нас, около 3000 рублей, наверное, если не больше, и благодаря этому можете поставить без страха потерять свои деньги, соответственно. Так что заходите, регистрируйтесь, используйте промокод, все ссылки есть под стримом, конечно же, и в чате они периодически постятся. Ну а мы уходим на небольшую рекламную паузу, в этот момент вы можете также еще и на наши соцсети подписаться, и никуда не расходитесь, мы скоро вернемся. Продолжение следует... Б сделает своих есть difficул. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok